В одном из старейших городов Южного Урала реконструируют исторический центр. Главные достопримечательности Кыштыма восстановят и объединят пешеходным маршрутом. Проект уже поддержал губернатор Борис Дубровский. Каким будет прошлое в настоящем, Иван Лежнин расскажет. Рабочий болгаркой срезает гайки крепления. Чугунный фонтан 19 века разбирают, чтобы отправить в Касли на реконструкцию. После знаменитого лебедя перенесут на его историческое место – набережную. Там, как и два века назад, система подачи воды будет работать безо всяких насосов. За счет разницы давления будет поступать из Кыштымского пруда. Реконструкция фонтана – только один из этапов масштабного обновления исторического центра города. Очень хочется, чтобы парк наш реконструировали, сделали из него очень хорошую площадку для отдыха наших кыштымцев. Потому что вспоминаю свое детство, проведенное здесь. Мы здесь были очень часто. Карусели, лавочки, кинотеатр летний. Было здорово. Очень хочется, чтобы организовали такую площадку для отдыха. Будет и площадкой даже больше. Главные точки исторического центра реконструируют и объединят с пешеходным маршрутом. Средства по программе «Реальные дела» направил губернатор Борис Дубровский. Очень важно, чтобы люди приняли решение, что нам важнее в этом периоде вот это направление. Вот именно вот этот проект, вот именно вот этот парк, озеленение, дорожка, детская площадка, хоккейная площадка. Что-то очень важное. И вот это решение должно быть принято. И оно, собственно, сейчас принято. Я вижу, практика это нарабатывается. И оно должно быть реализовано. Реализовано качественно. Жители приняли решение благоустроить в Кыштыме 8 объектов. Среди них парк Пушкина, дом промышленника Дружинина, усадьба Демидовых, белый дом с прилегающим к нему парком, памятник культурного наследия, ворота Саградой, городская площадь, набережная реки Кыштымка, а также пешеходная зона на улицах Садовый и Театральный. Общий прогулочный маршрут получит название «Прошлое в настоящем». У Центра развития туризма совместно с партнерами в рамках реализации проекта Бюро-усадьбы разработана уже хорошая событийная линейка различных мероприятий. Поэтому мы ждем открытия парка, мы ждем его реставрацию и, соответственно, ждем гостей на всевозможные мероприятия. Общая стоимость комплексного проекта около 150 миллионов рублей. В следующем году на первый этап работ Кыштым получит 48,5 миллионов рублей из областного бюджета. Из них 8 миллионов рублей будут поданы на благоустройство дворовых территорий, так решила общественная комиссия городская, а 40 миллионов будут направлены на городской парк Пушкина. А там предусмотрена и тропа здоровья, и велодорожка, и скейт-площадка, и место для детских площадок для размещения. Проект «Реальные дела» – это один из приоритетов для Южного Урала. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский. Главная цель программы – улучшить качество жизни в регионе. Иван Лежнин, ОТВ